Центральная площадь исторического городочка под названием Вали-Дали. Появились испанские колониальные мотивы в виде церквей и домов. И как всегда люди здесь танцуют, пляшут, но вы видите впереди. Все полно жизни, веселья и счастья, как обычно в Мексике. Вот так мексиканцы проводят свой отдых. Расслабленные, спокойные, свободные от тревог и печалей приходят позабавить туристов. А туристы с удовольствием наблюдают, с удовольствием донатят, кидают свою монеточку. Одна из главных достопримечательностей, крепость Вали-Далид. Ну ничего особенного, но так симпатично. Просто симпатично. С исторической точки зрения, но в принципе в своей жизни я видел и помощнее какие-то места, помощнее крепости. Но вот когда идешь сюда, конечно, вдоль исторических каких-то домов, которые выглядят вот как эти дома, целая улица. Это, конечно, все в комплексе выглядит достаточно приятно и интересно. Несмотря на то, что мы находимся в достаточно крупном городе Юкатана Вали-Далид, который является еще и туристическим, в 20 минутах ходьбы от исторического центра начинается настоящая мексиканская деревня. Деревня в том числе и потому, что она мне 100% напоминает деревни в России, свидетелем которых я стал в 90-х. Друзья, сейчас я вам покажу, как живут обычные мексиканцы. Вот, то есть это дальше, ниже будет только нищета какая-то. Вот это обычный мексиканский дом. И немножко я попытаюсь вам объяснить, в чем различие мексиканской деревни от нашей деревни. Различия заключаются в том, что мексиканцы в принципе не ограничены в постройке того, что они хотят. То есть никаких разрешений они не получают. Как я вижу, они могут и два этажа строить, и три этажа строить. Вот, и вширь, и ввысь, и вбок, и в подземлю. И никто им ничего не говорит. И, видимо, никто не придет никогда, потому что в России многие строят и не спрашивают. Но потом приходят, им приходится давать взятки. Да. Здесь, как мы видим, этого по минимуму. Это первое. Второе. Во многих домах есть свои частные церкви. То есть вчера, когда мы шли ночью, вчера, когда мы шли ночью, мы видели. И, может быть, я вам еще покажу. Это какой-то образ Девы Марии, какая-то куколка или Христа. Вот. И они приходят и молятся вместе. Это их консолидирует, это их объединяет. Все это понятно, все это ясно. Вот. Это следующий момент. Практически в каждой избе присутствует свой алтарь, который выглядит очень кукольно. Но если какая-нибудь, скажем так, Тонья Изабель соорудила алтарь большой, то соседние бабушки зачастую вечером приходят молиться именно к ней. Вот об этом и имелось в виду под словом частная церковь. Следующий момент, который хотелось бы выделить. У мексиканцев очень плохо с интернетом, очень плохо. И вообще вот с какими-то инфраструктурными составляющими. То есть они на полной автономности, то есть сами греют воду, сами там что-то готовят, сами что-то делают, сами себя обогревают чуть ли не дровами. Вот. И следующее различие заключается в том, что у них, в принципе, так устроено все, что, может быть, на первом этаже они держат какую-то кафешку, какой-то ресторанчик, либо продают там какие-то шмотки, а на втором этаже они будут всей семьей жить. И вплоть до того, что ты иногда по вечерам идешь возле этих первых этажей домов, а.к. магазинов, и свет горит, все видно, и человек может лежать на полу своего магазина без настила, на подушечке и в телефоне что-нибудь делать. Да, также во многих домах, во многих домах вместо кровати гамак. То есть для нас, допустим, гамак – это какое-то развлечение, да, определенное, а для них гамак – это обычное такое явление, то есть прийти и поспать. Кстати, часто в хороших квартирах и в больших городах есть гамаки, в том числе, что я считаю классно, я ими сам для развлечения пользуюсь. Ну и в чем еще отличие от русской деревни, от российской деревни? Оно заключается в том, что по праздникам суббота, воскресенье они все приходят на площадь, там тоже есть церковь у них какая-то, они молятся, они общаются, там также продается такос, бурритос, там еще что-то. Ну то есть такие моменты общности, да, консолидации определенной. Церковь, которые зачастую еще бывают под открытым небом, похожа чем-то на поход в кинозал. Они затариваются всякими чипсами, идут, хрустят, пьют и слушают священника. Что еще хотелось бы упомянуть, опасно ли в мексиканской деревне, например, по ночам и так далее. Мы вчера гуляли, ничего опасного не заметили. Мы специально вам решили показать, как это все выглядит, не в центральной части этого городочка, а вот так вот на периферии. Вот тоже вам бизнес, пожалуйста, посреди ноуэра продают обувь. То есть вы видите, что с одной стороны жилой дом, с другой стороны жилой дом. Здесь же живет семья вот в этом домике, и они продают какую-то обувь, какие-то шмотки. Вот в этом отличие. И примерно, практически, все мексиканцы пытаются заниматься торговлей. То есть вот у них есть дом, и если есть возможность хоть как-то кому-то что-то продать, они обязательно откроют лавку в своем собственном доме. Обязательно они это сделают. И ничего зазорного в этом они не видят. Ну и, естественно, стоит отметить, что в более крупных городах, хотя и есть похожие районы, но все уже выглядит более современно. Да, вот обратите внимание, вот вы видите, что был одноэтажный дом, и они стали уже строить второй этаж. То есть это все нормально, это все типично. Как вы? Плюс ко всему есть очень американизированные города, где все будет вам напоминать Флориду. Они, как правило, самые комфортабельные, самые туристические и самые дорогие в плане жизни. Один из таких очень американизированных городков это Плайя-дель-Кармен. Очень похоже на Майами-Бич, но чем-то даже лучше, чем в Майами-Бич. Вот. А почему мы гуляем здесь? Почему мы гуляем здесь? Вот нам, видите, мексиканцы машут. Вот, видите? Хвала! Вот, они очень-очень приветливые. Почему мы именно здесь снимаем, а не какие-то красивые места? Чтобы вы примерно представляли, как живут мексиканцы. Чтобы у вас было представление, да? И когда я в стримах говорил, что они в чем-то живут даже лучше нас, то это все я имел в виду, что у них нет проблем с жильем, вообще совершенно нет. Ну, если ты уж совсем какой-то не нищий, вот совсем какой-то не нищий, проблем у них с этим нет. Они добродушные, с голодом у них тоже никаких проблем нет, как я и говорил. Есть любая цена. Покупаешь какой-нибудь такос за 20-30 песо, ну, это где-нибудь там доллар, полтора доллара. Огромный такой такос, и все, и ты поел, и проблем с этим нет. Нет проблем с женщинами, с семьей, правильно? Потому что, как правило, мексиканки, они поменьше сидят в интернете и инстаграме, побольше гуляют на улице со своими карлосами. И это, я считаю, опять же, оказывает благотворное влияние на счастье нации. Ну да, здесь типичный такой пример, что у них нет инфраструктурной составляющей, достаточной, чтобы там интернет был в каждом доме, им делать нечего. Они идут на площадь, либо молиться, либо сексом заниматься, влюбляться. Какие-то вот такие моменты. И, как вы видите, сейчас мы уже будем заходить с вами ну как бы в центральную часть города, и здесь будет очень-очень много отелей. Я специально вам тоже хочу это все это показать. Почему? Потому что вы, допустим, считаете, что мы идем вот совсем по какой-то деревне, но деревня деревней, но если это хоть немножко туристическое какое-то место, то куча-куча отелей тоже. И вот у меня интересует такой вопрос. Вот если они так спокойно это все содержат, открывают, что у них происходит с налогами. Потому что заполняемость здесь не такая шикарная, не такая большая на самом деле. Как они это все содержат? Вот. Неужели у них такие маленькие налоги на все, на это? Так что напишите в комментариях, кто в курсе, кто это знает, как у них с этим все обстоит дело. Ну, кстати, на Афлайе Дель Кармен, хозяйка, американка, которая замужем за мексиканцем, упоминала, что налоги по сравнению с США очень низкие, что на недвижимость, что подоходные налоги. Да. И один из минусов, наверное, мексиканцев, как нации, это то, что они, конечно, не чистоплотный народ. То есть вот где-то что-то кинуть, бросить, прийти даже на шикарно красивый пляж, оставить бутылки, фантики, все эти обертки и так далее, и так далее. Точно так же у них обстоит дело и с музыкой. Придут, принесут огромную колонку, врубят свою музыку на пляже и никого это совершенно не волнует. То есть лежи и слушай то, что они любят, их любимые звуки. С другой стороны, в туристических местах мы видели постоянно, что пытаются организовывать суборг мусора, но не всегда это получается. Да, но самое смешное, что да, нет какой-то продуманности, то есть в чем-то у них большие-большие плюсы в плане свободы что-то открыть, организовать, какое-то свое частное дело, построить дом и так далее. А с другой стороны, у них есть вот проблемы именно вот как бы с инфраструктурной составляющей, как бы подогнать, допустим, подогнать, допустим, какой-нибудь небольшой трактор и убирать водоросли. Нет, надо поставить там бедных мексиканцев, которые это все будут делать какими-то граблями, как мы это видели. То есть представьте себе океан, большая-большая прибрежная линия, куча водорослей и стоит мексиканец с небольшой граблей пытается вытащить эти организмы морские. Ну и чем еще отличается мексиканская деревня от российской? В большинстве из них испанцы построили колониальные центры. Сейчас мы пройдем на одну из площадей, тоже вам покажем, как это выглядит все. И как я вам и говорил, здесь ничего не предрасполагает каким-то переходом определенным, чтобы вы могли пройти, все это под колесами машин должно происходить. и вождение здесь достаточно агрессивное. Вы видите, что здесь стена с таким стеклом. Почему? Потому что мексиканцы ну не все, а какая-то часть мексиканцев они очень-очень воровитые. Мы уже это обсуждали на одном из стримов, что унести что-нибудь, прихватить это запросто. Хотя в плане жестокости, чтобы здесь получить по башке вероятность однозначно меньше, чем в России. я жил и здесь и там и могу сравнить. Ну, нам скажут, что в России все изменилось, вы давно там не были, вот, но новости мы смотрим. В принципе, вот так выглядит одна из площадей, детская площадка. Впереди вы видите навес, там обычно проходят какие-то богослужения, то есть собирается народ, ну, как я и говорил, вот в кинотеатре в каком-нибудь садятся, молятся, вот, общаются. здесь какой-нибудь падре рассказывает что-то, вот, и здесь действительно очень-очень много народу. Иисуса они, кстати, называют Хисус Дель Кристо. Хисус Дель Кристо, да. В принципе, мне очень-очень интересно простая, обычная жизнь людей, не только туристические какие-то районы, туристические какие-то отели, инфраструктурные объекты, они тоже красивые, они тоже интересные, но в большей степени мне интересен быт обычных, простых людей. Кстати, они обожают просто чипсы, вот вы видите попкорн, чипсы, и самое интересное, вчера здесь проходило богослужение, и люди, как в кинотеатре, вот, закупились попкорном, сидели, хрустели попкорном и слушали падре. Обычно мексиканцы ассоциируются в гастрономии с буррито и стакос, они это, конечно, едят, но чипсов они поглощают намного больше, потому что буррито с стакосами это на обед, а чипсы постоянно, просто так. Вот сейчас мы вам покажем. Еще самое интересное, мне скажут, что мексиканцы очень бедный народ, бедный, да не бедный, здесь очень-очень много богатых людей, мы как-то были в Канкуне, приходили не в самый лучший там ресторан, но в буфет, такой средней руки, но стоило там недешево поесть, где-то 20 долларов на человека, вот, и он постоянно был забит битком местными. И, кстати, пенсионеры в ресторанах здесь обычное дело. Ну, здесь уже, как вы видите, начинается историческая часть города Вали-Далид, вот они, эти дома, которые вам уже много-много раз показывали, я стараюсь поменьше сейчас выпускать каких-то таких обзоров обычных домов, каких-то туристических мест, пытаясь показать обычную простую жизнь, обычных простых людей, то, что вам не показывают, и рассказать о своих впечатлениях, рассказать о том, что я увидел, что я подметил, и если вот сравнивать, допустим, все-таки постсоветское пространство, в чем отличие от Мексики, вообще, то, что я увидел, то, что я заметил, это в том, что Советский Союз оставил нам гидроэлектростанции, атомные станции и так далее, вот такие мощные-мощные какие-то инфраструктурные объекты, которые действительно, чтобы поднять, чтобы построить, стоят колоссальных усилий, просто концентрации всей нации, а здесь этого, конечно, по минимуму, за счет этого у них проблемы с электричеством, электричество дорогое, за счет этого какие-то инфраструктуры не работают, ну, там, допустим, какая-нибудь вышка телефонная или связь, то есть ты едешь между городами и связь пропадает полностью, то есть связи нет, то есть понятно, что зона покрытия не такая мощная из-за отсутствия вот всех этих инфраструктурных объектов. Ну, что еще здесь интересно, опять же, по сравнению с концом Советского Союза и началом современной России, здесь капитализм со звериным лицом, скажем так, никогда не наступал, соответственно, никаких 90-х никогда не было и они больше напоминают вот людей из Советского Союза в каком-то плане. Ну, да, по какой-то доброте, по какой-то простоте, то есть здесь какой-то такой микс интересный получился, что с одной стороны они как бы зарабатывают, создают бизнес и все остальное, но это не так агрессивно, допустим, как, допустим, у нас было в 90-е года, то есть пытаются на тебе заработать, но вот как бы по-доброму, по-спокойному, ну, если мы не будем брать, допустим, каких-нибудь таксистов и обратите внимание, вот я снимаю на камеру, да, никто не подошел, не сказал, не отвернулся, агрессию не проявил и так далее, потому что у меня есть ролик про Канаду, я там рассказывал, говорил, что там у меня были проблемы, просто большие проблемы со съемкой, я действительно столкнулся с тем, что на меня даже напали из-за этого, вот, и давайте проведем сравнение, что такое цивилизованное общество и что такое не цивилизованное общество. Да, сейчас, кстати, скажут, что они не против съемки, потому что они как раз не цивилизованные, так вот, в США, как правило, съемка, это не проблема тоже на улице, хотя в России, мы знаем, это проблема. Да, в России тоже могут тебе сказать, что ты снимаешь, зачем ты снимаешь, что ты делаешь, как и в Канаде. Вообще, жесткости и жестокости в Мексике я вижу и чувствую по минимуму. Наверное, снова будут в комментариях писать о картелях, но здесь происходит плюс ко всему очень интересный человеческий сортинг. Люди, склонные к жестокости, как правило, отправляются на север страны проявлять себя в картелях и на юге страны остается по минимуму таких людей. И вчера еще была интересная ситуация, которую я здесь заметил. Мы вот здесь же гуляли и шел торговец просто с лоточком, обычный торговец. И что-то, то ли его кто-то толкнул, то ли кто-то что-то сказал. Вот, я так и не понял. И навстречу ему шел полицейский. И тот что-то ему сказал, полицейский с ним подружески начал разговаривать, общаться, и даже тот показал рукой, куда, кому, кто там наступил на него. И полицейский сразу обратил внимание, сразу стал реагировать. То есть, вот есть какая-то общность, понимаете, вот этот момент. Они все друг друга здесь знают, полицейский знает всех, скорее всего, лоточечников, всех, кто там продает еду, буррито, там, чипсы, все остальное. И у них, да, есть вот эта общность, да, определенная. То есть, это очень четко чувствуется. То есть, они ходят, молятся вместе, их мамы друг друга знают, кто чем занимается, и из этого исходит уже какая-то снисходительность, потому что, ну, представьте себе, допустим, что твой папа ходит и с лотка продает чипсы. Вот, то есть, и все это знают, и все это нормально. То есть, не будет такого какого-то гнобления, что, ой, твой отец там ходит по улице, продает там чипсы туристам или еще какие-то моменты. Ну, что касается эксплуатации испанского наследия, как и везде в Мексике, это все достаточно небрежно происходит, ну, это их выбор. Да, сейчас мы пройдем на одну из главных их достопримечательностей, то есть, оставшуюся в колониальной эпохе церковь. Вот, я тоже вам ее покажу. как это все выглядит. И, пока мы идем, я расскажу о своих впечатлениях. Стоит ли сюда в Алидолит приезжать надолго? Нет. Это городочек на один день, в принципе. То, что вот вы сейчас увидели, это максимум. Здесь есть сеноты, которые считаются самыми дешевыми, да, в Мексике любая дырка стоит денег. Вот, я сейчас имею в виду сеноты. И здесь самое дешевое, там стоит, по-моему, 30 песо. Сеноты, что это такое? Это какая-то подземная река, углубление, то есть, куда-то внутрь, куда можно зайти, там, может быть, поплавать, пофотографировать. В супер туристической эре ревьеры майя входы в сеноты доходят до 200 песо с человеком, а здесь 30. Большая разница. То есть, доллар где-то здесь 18 песо стоит. вот, и смотрите, считайте, сколько это будет. Рестораны здесь недешевые, в принципе, цены здесь достаточно такие немаленькие, скажем. имеются в виду хорошие рестораны, и проблема этого места, что нет ресторанов средней, либо для туристов очень дорогие, либо для местных, но они совсем простые и не совсем чистые. Да, здесь уже у нас вот такой вот парк, очень симпатичный, красивый, с видом на церковь. Вот как она выглядит. в общем, получилось вот так вот сумбурно на самом деле. То, что мы увидели, то, что мы почувствовали, то, что мы узнали. Здесь, конечно, есть еще какая-то крепость, какие-то достопримечательности, но я думаю, что в любом случае, я думаю, что в любом случае, вот видите, он на нас едет. Вот так обычно и происходит. Вот он не ждет, и очень-очень это агрессивно. То есть, движение, движение здесь агрессивное, действительно. Несмотря на то, что они сами люди достаточно спокойные, теплые, но вот как они садятся за руль, все, у них все отключается. Вся их доброта отключается. Вот. Ну, какой-то срабатывает такой рефлекс, видать, я на машине, я выше тебя, я больше тебя, я мощнее тебя. Как-то какие-то такие моменты прослеживаются. Сейчас мы пройдемся здесь немножечко по этому парку. Наверняка вы видели у других блогеров эти парки. И когда я смотрю, допустим, какие-то ролики о каких-то городах, как правило, вот видишь одно и то же. Вот парк, вот церковь, вот какие-то красивые места. Ну, вот вы видите, девчонки фотографируются. Все типа шикарно, все красиво. Вот. Сфотографировать себя на фоне какой-то красоты, а что там находится за периферией этого небольшого центра, да, плевать на самом деле. И складывается такая картинка, что такой город он весь. Нет, на самом деле центр небольшой обходится за полчаса весь. А мы уже вчера все это обошли. Да, и еще раз повторимся, что Валья-Долит производит больше впечатления как мексиканская деревня, нежели мексиканский город. Все, на этом мы закрываем этот ролик, наше общение, прогулялись с вами, показали вам окраины этого города, как живут простые мексиканцы, показали центр этого города, мы находимся в самом центре этого города, показали вот какие-то туристические места. Пишите свои комментарии, вот, оставляйте обязательно ваши мысли, ваши впечатления, что вы думаете, что вы не думаете, что вам понравилось, что вам не понравилось. В принципе, я прекрасно понимаю, что и очень часто сталкиваюсь с тем, что вы начинаете писать там, что в России все намного лучше, Россия лучше, и я одобряю, на самом деле, я вас, друзья, одобряю, потому что вообще патриотизм, он в этом и должен заключаться, когда ты смотришь и всегда хочешь, чтобы твоя страна была лучше, выглядела лучше, пытаешься заступаться, цепляешься за какие-то слова, вот, то, что там блогер сказал, да, в отношении там людей или еще что-то, ой, у нас тоже люди добрые, люди отзывчивые, у нас тоже там, пожалуйста, строй, никому ничего говорить не надо, пожалуйста, тоже, вот, никто тебе ничего слова не скажет и так далее. Ну все, всем до свидания, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok